Всем привет! В этом году у нас какие-то супер розовые закаты. Я впервые такое замечаю. Посмотрите, как красиво. У меня есть две грудки. Решила приготовить на ужин. Помните, я вам показывала, что на Валбересе заказывала вот такой соус. Очень хорошо подходит к мясу. Даже я не любитель горчицы, как бы сносно так отнеслась. Очень мягкий вкус. И если по чуть-чуть брать и с мясом кушать, особенно если жареные, стейки какие-нибудь. Очень даже очень понравилось нам. И сейчас я подумала, что было бы неплохо сделать рулетики из грудки с вот таким соусом. Горчица смягчит. Огурчик придаст такую нотку интересную. Рулетик закручу. Не знаю, если я сейчас найду панировку у себя. Начал обваляю в панировке. Нет, так значит, в муке. И запеку, наверное, под сыром. Если я буду, наверное, запекать, наверное, не надо в муке обваливать. В общем, сейчас посмотрим, что я буду делать. Вилочкой и вилочкой вот так соус наш распределим. Одной рукой неудобно. Края я не буду стараться, как сказать, закрывать, да? Течь тут нечему. Сыра нет здесь. Сыр будет у меня сверху. Вот так вот. Так, я немножко присолила еще филешки. Ну и все как бы закручиваем. Одной рукой, я говорю, неудобно. Буду я закручивать. Я уже покажу, что у меня получится. Ну, в общем, вот что у меня получилось. Записать буду в такой подложке, которую сама симпровизировала из фольги. Ну, в общем, что? Тут можно экспериментировать по-разному. Можно внутрь. Не именно прям соус вот такой. Можно его, в принципе, сделать самим. Опять же, повторюсь, что здесь огурец, горчица, какой-то острый перчик, видимо, потому что красные частички встречаются. Можно также сделать с черносливом. Чернослив, не знаю, тоже горчицу добавить. Вот. Можно чесночную какую-то такую заправочку сделать. Все, что угодно, на что вашей фантазии хватит. Вот. Сейчас, значит, я тут немножко прикрою, чтобы филе приготовилось, не горело, да? Потом я шпажками еще зафиксировала, чтобы не развалились. Вот. Затем я фольгу сниму, посыплю сыром и еще отправлю минут на 10-15. На гарнир я сделала рис такой с овощами, типа гавайской смеси. Все надоело уже. И картошка, и эти макароны. Решила вот так с овощами сделать. Очень вкусно пахнет. Ну, а всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Так. Хотела поделиться отзывом. Вот такой порошок. По-моему, корейский. Из фикс прайса. Так. Если я не ошибаюсь, стоил он 199 рублей. Такой АГ вообще, ну, как бы, для повседневной стирки его это такой, да. Он вообще не пенится. Вообще. Вот здесь заявлено, что он бесфосфатный. Фосфонаты не содержит. Оптические отбеливатели. И циолитов не содержит. Но он вообще не пенит. Вообще. Я не знаю, как бы отстирает ли он какие-то пятна. Чисто, я не знаю, для чего он. Если он совершенно не пенится. Может быть, кто-то подскажет. Может, я как-то не так понимаю. Может быть, так и должно быть в бесфосфатных, в бесфосфатных порошках. Не знаю. Запаха никакого. Ну, это и к лучшему, наверное, что нет отдушки. Особенно для детских вещей. В общем, как-то непонятное мнение у меня о нем сложилось. Мне что-то как-то не очень. Я привыкла, что в машинке как бы пенится порошок, да. И есть ощущение, что он отстирывает, стирает. Здесь нет. Я тут, кстати, убираюсь тряпочками. Все тут вымываю. Машинку отодвигала. Вот. Ну, вот я понимаю. Такую стирку я люблю. Немного пены. Но есть ощущение, что белье постиралось. Вот это у меня Bimax 280 рублей. Светофор 6 килограмм. Это, конечно, я больше не куплю. Не понравился мне. У Bimax есть небольшая душка. Совсем-совсем еле слышимо. Вот. И он меня устраивает, в принципе. Так что, девочки, не порекомендуем. Такой порошок не понравился мне. Там я. Да подожди, не надо так сильно толкать. Давай, Тюмок, давай. Смотри, какой. Давай-давай. 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 Ну, мне почему-то нравится больше, чем предыдущий. Предыдущий, на минуточку, это был просто яблочный, да, вчера? Да не, яблочный еще плюс морковь. Ну, в этот, вообще-то мы тоже морковь добавили. Не, яблоко-морковь, вот это именно. Мне как-то это не понравилось. А с апельсином понравилось, да? Ну, это, это, повкуснее. А добрая. Рекомендую, да? Делали мы еще с лимоном. Лимон добавляли. Он, конечно, кисловатый такой. Не прям так уж сказать, но кислинка есть. Можно просто закинуть. Ну, естественно, можно. Я хочу себе вот так вот это. Ну, для цитрусовых есть специальная соковыжималка такая, крутить. Да, я знаю, действительно. Не, ну, можно это взять, закинуть, потом это вот утром такое вялое, когда вялое очень сильно. Попил немножко, немножко, то это... Цитрусовый заряд. Это очень будет кисло. А то будет очень кислое, если, ну, так сказать, среднее. Среднее выпить, но это надо немножко. Все понятно. А из жмыха, вот здесь у нас остается жмых. Сейчас, секунду, покажу. Я попробую вот такой сок. Из жмыха я делаю пирог. У нас получается безотходное производство. Очень вкусный, ароматный получается пирог. Вчера я делала чисто яблочный. Я почти весь его съел, который сделали. Да. Я делаю тесто для бисквита такое. И туда просто вмешиваю этот жмых. И получается отличный пирог. Очень нравится нам. Я делала с осторожностью первый раз. Теперь даже каждый раз готова делать, потому что особенности дети его съедают быстро. Так, значит, здесь у меня 5 яиц, 150 грамм сахара. Сумасшедшая мешалка. Отчаянный кондитер. Одолжим у папы шуруповерт. Здесь мы уже добавили 150 грамм муки. И взбиваем до растворения муки. Манитарный нигде. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...